Наверное, каждый огородник рано или поздно у себя на участке сталкивается с непредвиденными ситуациями, к примеру, такими, как внеплановое прорастание зимового чеснока, посаженного всего лишь пару-тройку недель назад. В таком случае не каждый правильно среагирует и быстро определит порядок действий, а ведь делать это нужно быстро, пока еще не наступили заморозки. Поэтому, на всякий случай, давайте проработаем эту ситуацию, чтобы, если вдруг так и случится, быть во всеоружии и оперативно предпринять все необходимые мероприятия. Итак, начну с того, что напомню, что самым важным моментом в подзимних посадках является именно правильно выбранное время. И оно напрямую зависит и от района проживания, и от погоды в конкретном сезоне. Поэтому, конкретный срок для подзимних посадок каждый выбирает для себя сам, отталкиваясь от того, что он должен быть недели на 3-4 раньше, чем наступят устойчивые заморозки. Но, если уж так и произошло, и в результате слишком теплой и влажной погоды, или же слишком поверхностной посадки, а может все-таки из-за неправильно выбранного времени посадки, чеснок все же пророс, то отчаиваться не нужно, а нужно просто замульчировать всходы. Например, для наглядности я специально заранее прорастила несколько чесночных зубков так, чтобы перышки были высотой около 5 см, и разложила их на грядки, чтобы тем самым сымитировать проросшие всходы. Так вот, в такой ситуации эти проростки можно просто присыпать любыми подручными материалами, будь то торф, перегной, листовой или хвойноопад, даже навоз или же просто земля. А сверху, для надежности, лучше будет еще и накрыть лапником или же высохшими стеблями цветов. Таким образом, мы защитим чеснок от морозов, и на урожайность и всхожесть в дальнейшем это не повлияет. Ну а если вдруг синоптики обещают снег при еще довольно-таки теплой погоде, то вообще можно ничего не делать. Снег это ведь сам по себе достаточно надежный укрывной материал, и своей теплой шубой он защитит всходы от морозов. Но, к сожалению, бывает и так, что, несмотря на все эти предпринятые меры, проросший чеснок погибает, и причем это происходит не сразу, а постепенно. То есть, сначала весной он дает такие очень слабенькие, с желтой, подмороженной верхушкой всходы, которые из-за своей слабости впоследствии подвергаются грибковым заболеваниям. И понятно, что вот такие слабые растения, они сначала желтеют, а затем и вовсе погибают. Иными словами, несмотря на то, что чеснок это достаточно холодоустойчивая культура, но все же осенние всходы озимого чеснока это не есть хорошо. Поэтому, чтобы избежать таких неприятных последствий, лучше все-таки сажайте попозже. Главный ориентир при этом, как я уже рассказывала в одном из моих видео, это температура почвы, которая должна быть градусов 7. Ведь именно в такой почве еще достаточно хорошо растут корни, и в то же время нет опасности прорастания луковиц. То есть, по народным приметам, это примерно то самое время, когда уже закончилось бабье лето, и рукам на улице без перчаток становится холодно. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!